Здравствуйте! Я Денис Курбатов, стоковый фотограф. Примерно с 2011 года я перешел на фуллтайм съемки для стоков и практически перестал брать заказы, за исключением уж очень милых мне заказчиков. И теперь я снова возвращаюсь в некоторые услуги. Это все благодаря бурной, приятной обратной связи по последним проектам заказа. Я просто не смог устоять, уж очень такой фидбэк заряжает, и кто знаком со стоками, поймет живую обратную связь, отклик, заменить невозможно. Итак, представлю один из видов моих фотоуслуг. Это фотосъемка интерьеров недвижимости. Кому может быть интересно, кого может интересовать такой вид визуализации? Это дизайнеры, архитекторы, у которых есть необходимость наполнять портфолио, публиковаться в изданиях, риелторы, производители мебели, владельцы помещений, центров, у которых есть не просто желание, чтобы было красиво, а есть определенные технические визуальные требования к готовым картинкам. Приведу некоторые требования и покажу это на примерах. Несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание. Это интерьеры, кстати, от классных дизайнеров Ольги Кундык и Ольги Заремской. Геометрия помещения. Это горизонтали, вертикали, симметрия. Для правильных ракурсов. В большинстве случаев необходимы такие варианты. Лазертак-центр. Обратим внимание, ансамбль. Это показ относительно завершенного участка помещения, без лишних деталей, случайно торчащих по краям кадра. Снова интерьер от Ольги Кундык. Обратим внимание на достаточную экспозицию в светах и тенях. А также здесь стоит обратить внимание на сочетание смешивания дневного света и искусственного света. Они имеют разную цветовую температуру. И если фотографировать в обычном варианте, то, скорее всего, где-то будет синенькое, где-то будет желтенькое. Стены могут измазаться вообще в совершенно другой цвет. Я прошел всего по пяти пунктам. Это геометрия помещения, отслеживаем ансамбль, отсутствие лишних деталей в кадре, особенно по краям кадра, достаточная экспозиция и цвет смешивания различных цветовых температур в кадре. Безусловно, это возможно делать и самому, особенно при помощи современных устройств. Многое возможно сделать самому. Но не зря мы обращаемся к специалистам на СТО, парикмахерам, массажистам, тренерам, мастерам по ремонту, чего бы то ни было. Потому что классный специалист делает в необходимые сроки, на требуемом уровне, а возможно с наработанными изысками и творческими решениями. И вы будете в это время заниматься своими задачами. О стоимости. Лучше всего связаться через мессенджер, вайбер или телеграм, и я вам задам несколько вопросов, которые дадут мне понять ваш запрос по готовым картинкам и помогут сформировать бюджет съемки. Далее я вышлю Excel табличку с предварительным подсчетом, который, как правило, и не меняется, если не происходит большое изменение объема заказа. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Пока!